Добрый день, это Дмитрий Емец и вторая наша запись по вопросам, которые скопились в Телеграме. Как начать писать? Всегда было желание написать книгу, но оказалось, что нужно дождаться для этого какой-то хорошей идеи. Как формируется замысел на книгу у вас? Почему вы садитесь и начинаете писать именно про этого персонажа в этом сеттинге и так далее? Ну, тут целых три вопроса в одном, и все они такие очень хорошие и большие. Практически по каждому вопросу можно отдельную передачу такую маленькую делать, отдельный ролик. Вот, вы откладываете написание книги и ждете хорошей идеи, да, но смотрите, какая ситуация, что какая идея хорошая? Это изначально субъективно, да, то есть, видимо, ну, можно дать там 10 определений понятию идеи, и все они будут одинаково верными или они таково неверными. Скорее всего, вы просто долго раскачиваетесь и ждете какой-то такой огромной опьяняющей идеи, которая вас захватит с головой и надолго заставит собой заниматься. На самом деле, человеческое желание, оно вообще очень неустойчиво, да, то есть, если так задуматься, например, о влюбленности или еще о чем-то, здесь идет просто речь о накоплении желания, да, что, ну, иногда там, например, ну, человек долго готовится к влюбленности и долго готов добиваться, там, девушки, которая ему нравится, да. А бывает там кратковременный интерес, да, там он на секунду влюбился, девушка повернулась к нему спиной, мгновенно охладела. Так же и с идеями примерно то же самое. То есть, вы ждете такой идеи, которая вас захватит надолго и захватит целиком. Здесь нужно еще очень важно рассчитать объем этой идеи по отношению к размеру вашего произведения. То есть, например, бывают идеи, которые тянут на рассказ, бывают идеи, которые тянут на войну и мир, бывают идеи, которые тянут на поезд. И никто, кроме вас, не сможет оценить степень вашего интереса. Еще нужно понять, что все равно на выкрики читателя слышат меньше, да, то есть, чтобы получить там, ну, чтобы читатель услышал вас чуть-чуть, нужно крикнуть совсем громко. То есть, ваш интерес к этой идее должен быть больше, чем читательский. Вот такой момент. И сильно не откладывайте, потому что, ну, откладывать можно много лет, и это уже станет потом такой какой-то игрой, да. То есть, просто лень будет говорить, что эта идея плохая, поэтому я просто вот по себе замечаю, я пишу, 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 и в какой-то момент я перестаю видеть текст, он мне кажется бредовым, слабым, ужасным. А я просто понимаю, что я устал, что просто, ну, вот, не знаю, сегодня не мой день, или я... И не нужно себе верить. Еще очень часто нельзя верить своему ощущению. Иногда кажется, что ты не можешь работать, да, что ты такой уставший, вымотавшийся. А это просто ленин скируется тоже. Есть такой момент. Ну, бывает настоящая усталость. Вот про сеттинг, да, сеттинг это не просто место действия, да, то есть это не просто там Москва, да, а сеттинг это съемочная площадка, если говорить, вот там, допустим, Москва, университет, кафедра, да, или там комната, или еще что-то, это что-то такое. Ну, и здесь, наверное, имеется в виду пространство действия. Нужно брать всегда такой сеттинг, который вам известен и вам хорошо понятен. Тогда материал, тогда читатель будет ощущать, что у вас запас материала. Ну, представьте себе, что я там работаю в фирме, которая занимается продажей аквариумных рыбок. И вот я там пять дней в неделю занимаюсь аквариумными рыбками, там, отгружаю хоптом, занимаюсь логистикой этих рыбок там из африканских государств, еще чего-то. И вы чувствуете, что у меня огромный запас материала по этим рыбкам, что я и рыбок знаю, и расценок знаю, смешно описываю там клиентов, которые к нам приходят, еще чего-то. И вот вы уже сейчас увлеклись, согласитесь, что увлеклись, хотя это все придумано. И точно так же знакомым сеттингом, знакомым материалом, знакомым пространством действия и огромным запасом материала, который у вас есть по этой теме, вы увлечете и своего читателя. Если же сеттинг непонятный, если вы хотите написать плохое произведение, заведомо, даже если вы очень сильный писатель, даже если вы Лев Толстой, хотите написать плохую книгу, выберите не свое игровое поле, то есть неудачный сеттинг. Допустим, переселитесь своего героя в Америку, назовите его Джоном или Джилл, и все, это уже заведомо. То есть, если редактор видит, что там российский автор уже дал книгу с иностранными героями, он понимает, что это копия с копией, что это ну ни о чем что. Это что такое литературный талант, как вообще устроен литературный талант. Человек чем-то увлекается и начинает это воспроизводить, начинает это повторять. Условно говоря, вы прочитали там 20 боевиков, и вам захочется написать 21-й, вы уже примерно поняли правила игры, если у вас есть литературный слух, примерно поняли стилистику, расположение, смысловых частей, абзацы, клюминации, завязки, создание интриги. Вы даже этих слов можете не знать, у вас уже есть этот механизм, просто человек все перенимает, особенно если он литературно одарен, а другие обычно не пишут. То есть, если вас что-то заставляет писать, значит уже какая-то начальная одаренность у вас на 150% есть. И если вы возьмете свой сеттинг, вы напишите гениальную книгу. Как написать гениальную книгу? Возьмите знакомый материал. Что такое знакомый материал? Это ваш дом, ваша работа, ваша семья, ваши близкие, ваши родственники. Можете это давать через «я-подачу», но я через «я-подачу» не люблю работать. От первого лица работать очень сложно, потому что мы защищаемся, мы стараемся показаться красивыми, благополучными, милыми, чудесными. Очень трудно писать. Я смотрел в зеркало и видел полного урода. Это нужно быть мазохистом, чтобы такое писать. А через третье лицо можно. То есть вы себя прячете под герой Васю, и Вася посмотрел в зеркало, ему показалось, что такого рода никогда больше нигде не был. И тогда эта искренняя интонация, спрятанная за третье лицо, плюс знакомый сеттинг, плюс знакомый материал, плюс вот эта вот вся среда, которая вас сформировала, дает как минимум один удачный роман. И есть авторы одного удачного романа, которые именно поднялись на том, что сумели искренне выразить то, что всю жизнь у вас накапливалось. И про персонажа то же самое. Это бывают персонажи, которые возникают из определенной черты, бывают персонажи, опирающиеся на референс, бывают персонажи, которые видоизменяются в ходе... Но я обычно пускаю целую толпу, и потом смотрю, кто из них начинает получаться, начинает меня увлекать. Если меня персонаж не увлекает, он остается там, ну, просто пять раз смелькнул и остался в книжке. То есть у меня довольно много, я в первых книгах, у меня очень смешно было, как такая большая грузинская свадьба. У меня там ходили игрушки в книжке «Властелин пыли», и они все время кого-то встречали и говорили, хочешь с нами пойти? И он, конечно, хотел, и они там шли вначале двое, потом к ним там «Медвежонок Потап» пришел, потом к ним «Тигруша» пришел, «Ла» пришел, потом к ним «Афоня» пришел, потом еще кто-то. Я там через запятую водил огромные караваны героев, которые у меня там в страницу не помещались, я там синонимы искал. Просто как-то, ну, вот если хочется героев с нами ходить, так почему нет? И как-то так было очень радостно. Вообще книга создается на радости, и книга — это темп. Книга — это темп. Говорят, книга идея, книга тема, книга чего-то там, это все правда. Но книга — это прежде всего темп возраста, темп подачи материала и ЧСС, да, как бы частота сердечных сокращений автора. И самое страшное, если вы начинаете свои сердечные сокращения тормозить. То есть, как это обычно бывает, ну, вот сейчас вот попрыгаете там, ну, не знаю, буй с тенью или пробегите метров пятьсот, а потом вот просто резко попытаетесь остановиться, вы будете чувствовать, что из вас сердце выпрыгивает. Нельзя тогда делать, всегда нужно, там, после спортивной активности, да, как-то так постепенно, 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 чтобы разогнавшееся сердце, да, не шлепало со стену. И в книге главное — темп. Темп определяется вашим интересом к материалу. То есть, вы не можете включиться в чужой темп, он вам не свойственен. Если вы начинаете себя тормозить, то получается, что человек себя сдерживает, он пытается говорить там, ну, не знаю, говорить как-то медленно, веско, там, думать о стилистике, компоновать, еще чего-то сделать. Это все на уровне редакции. А в момент написания книги нужно в каком-то таком искреннем самозабвении находиться, но в то же время это контролируемое самозабвение. Даже не знаю, как вам объяснить. Например, актер искренне рыдает, а внутренний какой-то актерская часть его, ага, вот ты сейчас рыдаешь, тебе грустно, ну-ка, как ты там носик вытираешь, откуда у тебя слезки текут? Попытайся это запомнить. Вот примерно так же устроена и литература, как вот такая самофиксация, но на начальной стадии это вот именно сумасшедший интерес к теме. То есть, если у тебя слабое желание, слабый интерес к какой-то теме, то если это не является ленью, то, конечно, нужен этот интерес поднакопить. Или все равно себя не обманывать, а просто на маленьком объеме работать. Ну, не знаю, как Томин Путовна сказал, но вроде бы искренне. Как вы относитесь к фанфикам, считаете ли вы их серьезной литературой? Ведь бывает такое, что люди пишут что-то даже качественнее автора. Но фанфикшен это сейчас такой очень хороший тренировочный жанр. Очень многие авторы с него начинают, прокачиваются и переходят уже на свою литературу. Но, ну, как бы продолжая там чего-то, да, собственно, отдельных авторов с жанрой фанфикшена нет. То есть, можно с него начать, но остановиться на фанфикшене, мне кажется, это тупик. Но это очень хороший тренировочный жанр. Это как обязательная программа там в гимнастике или ката, в карате. Это важно, это нужно, и с этого можно начинать. К фанфикшену я очень положительно отношусь и знаю кучу авторов, которые пришли в серьезную литературу именно после фанфикшена. То есть, это, ну, такая, в общем, нормальная школа. Это хорошо. Так, мне тоже... А, вот еще тоже по фанфикшену был вопрос. Вопрос девочка писала, что она начинает писать фанфик, и уже к следующей главе ей кажется, что предыдущая глава полный бред. Но это очень хороший знак. Это значит, ну, в общем, ну, просто растет уровень, растет начитанность, растет наработанность. И, естественно, ты видишь, что это бред. Раньше говорили первые тысячи страниц на выброс, на первые 500 страниц на выброс, да. Сейчас так и не говорят, потому что у человека, как бы, мотивы исчезают писать, да, и желание исчезает. Но, в принципе, это сохраняется, да. То есть, ну, вы должны понимать, что первые тысячи страниц своего текста вы будете настолько быстро прогрессировать, что к тому моменту, как вы напишите там десятую страницу, первая станет бредом. К тому моменту, как вы напишите двадцатую страницу, первые десять станут бредом. Поэтому вы ничего не сможете закончить, и у вас стол будет набит кусочками там, огрызками каких-то незаконченных творений. Поэтому просто пишите маленькие рассказы, вы их успеете закончить, и потом будете находить вот мой смешной там первый рассказ, вот мой смешной второй рассказ, вот мой уже чуть-чуть менее смешной, довольно приличный третий рассказ. Вот там четвертый, вот повестушка, то есть чтобы был опыт завершения того, что вы начинаете, потому что потом всю жизнь, ну вот, ну как вы знаете, опыт неудачных отношений, так и опыт незаконченных романов, да, нужно, чтобы все романы были закончены, да, там все повестушки маленькие, просто не замахивайтесь на большой объем, рассчитывайте дыхание.